Всем привет, меня зовут Ксюша, а это моя собака породы Jack Russell Terrier, Кэрри, и сегодня ей 5,5 месяцев. На прошлой неделе у нас состоялось первое совместное путешествие, путешествие на самолете за 2000 километров. Перед тем, как планировать перелет собак, я перерыла, мне кажется, весь интернет, искала информацию на ютубе, но не нашла того видео, которое бы помогло мне понять, как я могу перевозить свою собаку в салоне самолета, какие для этого нужны документы, сколько стоит перелет, и вообще вся-вся информация, мне было очень страшно, я переживала за собаку. Поэтому я решила снять такое видео, поделиться своим опытом, по горячим следам, так сказать, потому что если бы я нашла такое видео в свое время, то это сэкономило бы мне кучу времени и нервов. Сегодня, кстати, мы записываемся в такой очень уютной атмосфере, потому что на улице холодно, я согреваюсь чайком, хожу дома в свитшоте и пытаюсь как-то согреваться и поднимать себе настроение. Ну и, конечно, моя несменная соведущая рядом со мной. Кстати, в этот раз я подготовилась к съемке посерьезнее. Я купила штатив, чтобы не находить опоры, на которые можно положить телефон, микрофон, чтобы звук был лучше, потому что на прошлых видео были моменты, когда ветер очень сильно перебивал меня. Осталось приобрести только свет, и, собственно, весь комплект будет готов. А, наверное, нужно начать с того, что изначально, когда мы заводили собаку, мы выбирали именно такую породу, габариты которой подойдут под перевоз в самолете именно в салоне. Потому что я слышала множество историй о том, как домцев переводили в багажном отделе, и там холодно, кто-то умирал даже. В общем, жуть какая-то, и я не готова была вообще жертвовать хотя бы одним процентом вероятности того, что такое может произойти. Потому что летаем мы достаточно часто, наши родители живут в Башкирии, а сами живы в Питере. Поэтому было решено оценивать выбор породы именно по этой характеристике. Итак, в каждой авиакомпании существуют свои нормы провоза животного в салоне самолета. Ааа, блин, я пролила чай. Мы летели авиакомпанией Аэрофлот, поэтому буду рассказывать, как это устроено у них. Требования к перевозке питомцев. Первое. Вес животного вместе с переноской не должен быть больше 8 килограмм. В нашем случае вес нашей собаки около 5,5 килограмм на тот момент был. Переноска наша весила, наверное, килограмм. Переноску, кстати, мы заказывали на озоне. Составка нам пришла буквально за один день, потому что мы зашли в Лемур в гипермарке. Там точно такая же переноска, стоила в три раза дороже. А на озоне мы заказали за полторы тысячи прекрасную переноску. Свободную, классную, которая прошла по всем нормам, но об этом попозже. Итого вес вместе с переноской у нас получился примерно 7 килограмм. Дальше. Требования к самой переноске. В аэрофлоте сумма трех измерений переноски не должна составлять больше 126 сантиметров. То есть, если сложить длину, ширину и высоту. Наша переноска была примерно 119 сантиметров, что, в принципе, подходило под их стандарт. Следующий критерий, о котором написано у них на сайте, это то, что животному внутри этой переноски должно быть комфортно. У животного должна быть возможность стоять в полный рост, лежать и ничего не сковывая по движению. Также где-то мы читали, что необходим намордник. Мы, конечно, особый намордник взяли, но он нигде не пригодился. Также хочется отметить, что в некоторых авиакомпаниях, но не в аэрофлоте, запрещено перевозить животных, собак с приплюснутыми мордочками. Я не знаю, как это правильно называется. Такие как мопс, французский бульдог, просто бульдог. Потому что во время полета у них может затруднено быть дыхание, а это им может угрожать. Так что стоит тоже изучить этот момент поподробнее, если у вас собака именно этой породы. Какие документы необходимы при перевозке по России авиакомпании Аэрофлот? Делаю акцент на том, что по России, потому что при перевозе животного за границу совсем другие нормы и правила действуют. Для каждой страны абсолютно разные. Первое. Наличие ветеринарного паспорта, в котором в графе «хозяин» должны быть данные того человека, кто перевозит животное. То есть я перевозила Кэрри, и в ветеринарном паспорте были мои данные, что я являюсь владельцем этой собаки. Это чай Кэрри, ну что, если ты хочешь. В ветеринарном паспорте должна быть отметка от ветеринара из государственной ветеринарной клиники о том, что животное готово к полету и все у него прекрасно. Эта отметка должна быть поставлена в течение двух недель до полета. То есть можно сходить за две недели, можно за неделю, можно за один день до полета, но если вы ходили к ветеринару три недели назад, то это уже не сработает. Также имейте в виду, что если, например, вы отправляетесь куда-то, где не будет возможности сходить в клинику к ветеринару, вы должны будете вернуться в течение двух недель от отметки в вашем ветеринарном паспорте, потому что обратно вы будете лететь, и будут абсолютно такие же требования. Так, ты хочешь со мной поиграть, да? Ты хочешь со мной поиграть! Также, помимо этого, в ветеринарном паспорте должны стоять отметки о том, что собака вакцинирована, что с ней были проведены определенные манипуляции, такие как таблетка англистов, обработка от паразитов. Мы вообще переживали очень сильно по этому пункту, потому что мы никогда с собакой не летали, это наше первое животное, мы не знаем, что когда нужно делать. Все такими глазами пришли к ветеринару за три дня до полета. Она сказала, что все в порядке, что она нам поставит все отметки, которые необходимы, и что авиакомпании зачастую требуют то, что не требуют ветеринары. Короче говоря, главное, чтобы у вас были отметки о необходимой вакцинации, то есть, да, если это щенок, когда щенку исполняется, по-моему, месяц и два месяца, я могу ошибаться, или два и три месяца. В общем, чтобы были самые главные первые вакцины, а все остальное, обработка от паразитов, обработка от глистов, это вам поставит ветеринар для того, чтобы вы смогли улететь. А если у вас взрослая собака, соответственно, чтобы у вас вот эта ежегодная одна вакцина тоже была поставлена. По поводу чипа. Когда мы первый раз пришли к ветеринару, еще когда кэри было три месяца, чтобы сделать вторую вакцину, нас уверяли в том, что необходимо поставить чип, потому что нас никто не пустит в самолет без чипа. Этот чип никому был не нужен, никто его не проверял, по крайней мере, по России, вот, но это и так, если вот вы переживаете, что у вас вдруг понадобится чип. Именно в нашем направлении, Санкт-Петербург-Уфа, компания Аэрофлот, чип не нужен ни туда, ни обратно. Также ветеринар порекомендовал нам приобрести успокоительное и дать собаке перед полетом для того, чтобы она не переживала. Но мы решили, что мы не будем давать успокоительное ей сразу, возьмем с собой таблетки, чтобы в случае чего ей дать. Потому что обычно она у нас ведет себя хорошо, в новых местах очень быстро адаптируется, и в целом мы не ошиблись, оно нам не пригодилось. Также по поводу туалета мы тоже очень сильно переживали, потому что собака была маленькая, на тот момент ей было, ну, получается, пять месяцев, и терпела она, ну, часа четыре, вот, ну, прям максимум. А тут получается, что лететь три часа, а потом в аэропорт мы приехали часа за два, наверное, тоже, да, но это уже пять часов, плюс еще это такая, может быть, стресс, может быть, что-то еще. Мы купили памперсы, думали, что, ну, наденем, чтобы, если вдруг что, как бы вот, все было как бы в порядке. Но они нам тоже не понадобились. А, кстати, тоже открытие, что оказывается. По территории аэропорта можно собаку просто водить на поводке. Не обязательно носить ее на переноске. В переноску собаку мы помещаем только тогда, когда непосредственно выходим уже на сам самолет. Там регистрация, там проверка ручной уклади металлоискателя, ветконтроль. Для этого можно собаку просто на поводочке с оборядом ввести, то есть стресса у нее от этого никакого не будет. А уже в самом самолете, да, нужно будет поместить ее в переноску, но об этом я расскажу попозже. Так как памперсы нам не понадобились, мы пытались расстелить ей пеленочку в туалете, чтобы она на нее сходила. Сходила она, конечно же, мимо, ну, ничего страшного, мы быстренько убрали все это. Ну и все. И в целом она весь истальной полет терпела. И уже только тогда, когда мы вышли из аэропорта, она побежала, сделала все свои дела, как большая собака, и все. Все было в этом плане хорошо. Итак, а теперь порядок действий. Что же нужно делать, если вы решили лететь на самолете собакой? В данном случае компании Аэрофлот. А первое, что нужно сделать, это убедиться в том, что ваше животное подходит под все габариты, которые я перечислила. Или же можно посмотреть у них на сайте. Мало ли на момент того, как вы смотрите видео, что-то поменялось, да, лучше уточнить. Второй момент, это создать бронирование на ту дату, на которую вы хотите улететь, собственно. Что это значит? Это просто так же вы заходите на сайт Аэрофлот или Авиасейлс, или где покупаете авиабилеты, заполняете данные ваши, если вы летите один, и партнера. Просто не оплачиваете. Бронирование действует, кажется, минут 20. После чего звоните на горячую линию Аэрофлота и говорите о том, что вы планируете путешествие с животным, такого-то числа, и называете им код бронирования. Сотрудник компании говорит вам о том, что есть ли квота на право животного или нет. Она храпит. Ну и, соответственно, чем раньше вы позвоните и решите о том, когда вы собираетесь лететь, тем больше вероятность того, что квота на право животного будет. Все, он бронирует за вами место, прикрепляет к вашему билету маленький билетик вашей собаки. Нужно будет уже, кстати, сказать примерный вес вашего животного вместе с переноской, породу. После этого, после того, как вы все сделали, ходите к ветеринару, пусть вам поставят все отметки. Ветеринарная клиника должна быть государственной, это прям важно. Частные ветклиники, их подписи, их отметки не котируются. Осмотр очень быстрый, осмотр занимает, наверное, минут 20, просто смотрят, что животное там хорошо себя чувствует, смотрят все документы в книжке, чтобы все было готово. Ответственность с вас переносится на ветврача, чтобы он подготовил вашу ветклинижку к тому, чтобы ее приняли припереливать. После чего, в день вылета, примерно за 2 часа, вы приезжаете в аэропорт. Сейчас я расскажу, как это было в аэропорте Пулково, возможно, в разных аэропортах это происходит по-разному. Подходите вместе с собакой в зоне регистрации и говорите о том, что вот у вас провозпитомцы. Вас отправляют в службу ветеринарного контроля. В аэропорте Пулково это находится вообще на другом этаже, по-моему, на первом, а зона регистрации на третьем или наоборот. На пункте ветконтроля был вообще прикол, женщина даже не взглянула на нашего щенка, она просто посмотрела на переноску, что, ну, вроде как нормально, даже, по-моему, не измеряла габариты. Посмотрела наш ветпаспорт, поставила какую-то печать и дала бумажку, с которой нам нужно было уже идти в кассу. После ветконтроля вы приходите в кассу с этой бумажкой, оплачиваете билет питомца. Кстати, билет на питомца по маршруту Санкт-Петербург-Уфа и Уфа-Санкт-Петербург стоит 3200 в одну сторону. Почти как человеческий билет. Ну и когда уже вы купили собачий билет, вы подходите обратно на стойку регистрации, вам уже дают ваши посадочные талоны, измеряют переноску питомца, убеждают в том, что все в порядке и все. Кстати, у Аэрофлота есть классная тема, что пассажиров с питомцами сажают на определенных рядах. Вот нам, например, два раза попадался один старяд, либо у окошка, либо в серединке. Вот я сидела два раза у окошка со своим питомцем. Далее вы проходите так же, как и обычно металлоискатели, собачка у вас просто на руках или там на поводочке, так тоже можно, в этом нет никакой проблемы, и проходите в зону ожидания. В зоне ожидания она может свободно перемещаться, она может вот так вот лежать, как у меня калачиком, она очень любит так лежать. Может лежать переноски, у нас она лежала, например, в переноске. Кстати, переучили к переноске ее за два дня до прилета. Мы ее поставили в комнате, раскрыли ей переднюю крышечку, и она туда спокойно залезала, и для нее это был такой уютный дом. Ну и уже тогда, когда происходила посадка на самолет, нас попросили поместить животное в переноску. Важный момент, переноска должна находиться всегда в ногах. Лично у меня не было места, чтобы поставить ноги, и поэтому я весь пролет провела вот в такой позе, я не знаю, видно или нет, в позе лотоса, и собака лежала в переноске. А как собака перенесла вообще полет? Потрясающе! Она спала весь полет, там, конечно, иногда она немножко переживала и могла, там, немножко волноваться. Но мы схитрили, мы открыли верх нашей переноски, и у меня была возможность ее гладить, с ней разговаривать, поэтому ей было не так страшно. А на обратном рейсе у фазан Петербург, мы вообще собаку, я вот так вот к себе взяла на колешке, прикрыла кофтой, и все, ее не было видно, она у меня провела вот так вот на ручках весь полет. Надеюсь, это видео было для вас полезно, если вдруг у вас остались какие-то еще вопросы, о чем-то я забыла рассказать, пишите в комментарии, обычно я очень быстро отвечаю, и желаю вам хорошего полета, надеюсь, что он пройдет замечательно для вас и для вашего питомца. Также буду рада, если вы расскажете, как прошел ваш первый полет в комментариях под моим видео, я обязательно вас поддержу. Ну, а мы пошли на прогулку, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok